МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! С вами православный календарь. Программа Якутской епархии. Сегодня в нашем выпуске. Школа в селе Актемцы отметила 150 лет со дня основания. Настоятель храма отслужил молебен. Экскурсия в музей телевидения. В город прилетели юные прихожане из Улусов. Благовещение Пресвятой Богородицы. Евангельское событие и посвященный ему праздник. Возвещение Архангелом Гавриилом, Деве Марии, о будущем рождении во плоти от нее Иисуса Христа. Телепередача «Православный календарь». Десять лет вместе с вами. Десять лет мы в гуще событий православной Якутии. Мы рассказываем о святынях, говорим о людях, полетаем в отдаленные уголки крещенной Якутии. Отвечаем на ваши вопросы и читаем Евангелие вместе. Мы встречали патриарха и сопровождаем архиепископа Романа. Десять лет каждый божий день мы вместе с вами. Школа в селе Актемцы отметила 150 лет со дня основания. Начиналась она как церковно-приходская школа при храме. Сегодня в древних стенах находится музей, где бережно сохранены экспонаты минувших столетий. Настоятель Свято-Троицкого храма села Игумен Иоанн подготовился к юбилейной дате. Сегодня мы собрались в этом храме для того, чтобы совершить молитву в честь 150-летия первой школы здесь, в Актемцах. При Свято-Троицком храме некогда полтора века назад была основана церковно-приходская школа, в которой сейчас выросло огромное учебное заведение, в котором обучается большое количество детей, в будущем нашей республике. Сейчас мы совершим эту молитву. Мы почтим память основателей, которые потрудились в начале пути школы. Помолимся и о современных преподавателях, и учебном всем коллективе, чтобы Господь давал силы нести это высокое служение, воспитывать будущее нашего Отечества. Игумен Иоанн Калугин отслужил молебен, за которым молились учителя и прихожане села. Директор современной школы Юрий Шадрин отметил важность сотрудничества с церковью. У нас очень много объектов, в том числе это музей образования Ханглазского областа. И вот эта прилегающая территория, конечно, с церковью, она вообще как бы географически относится к нашей школе. Поэтому в этом отношении лично мое мнение, что мы должны наладить какое-то определенное конструктивное общение и сотрудничество с нашей епархией. Хотелось бы, чтобы работники епархии, батюшки, приходили к нам. Мы очень готовы на это, и всегда с радостью бы согласились, чтобы у нас были лекции, встречи. Новости Якутской епархии в сети интернет. Благочинный Алданского округа Иерей Георгий Кардаш встретился со сборной Алданского района. Руководитель социального отдела Якутской епархии Иерей Корнилий Рахманин посетил и республиканский комплексный центр социального обслуживания Терех. Священник провел ряд встреч с общественностью на тему жизнеописания и деятельность святого Луки Война-Ясенецкого. правякутия.ру Все новости Якутской епархии в режиме онлайн. Храмы, семинария, музеи – все это в программе для православной молодежи из улусов республики. В город Якутск прилетели ребята из Ивен-Абытантайского и Усмайского районов. Программу готовили священники Якутской епархии. Дети смогут приобщиться к духовной жизни столицы. Они смогут увидеть то, как устроена церковная жизнь в большом городе. И это будет способствовать как расширению общего кругозора, так и дальнейшему лучшему духовному становлению. Одним из пунктов стал уникальный музей национальной вещательной компании. Ребята впервые оказались в павильонах телевидения, где услышали историю отечественного телевидения и историю инженерной мысли России. Руководитель музея Николай Петров рассказал, как готовили программу для детей. Когда я работаю здесь в Особенном музее, я удивляюсь тому, что как молодое наше поколение не знает историю. В том числе и истории телевидения. Все россияне должны знать историю. Мне так кажется. Это всегда говорилось же, если человек не знает своего прошлого, у него будущего не будет. Вот это надо запомнить. Для того, чтобы будущее было, надо знать свое прошлое. Вот из-за чего мы и сделали этот музей, чтобы наши люди, наши работники, в том числе, в первую очередь, студенты, да и те, которые приходят сюда на экскурсии, знали, что такое телевидение в Якутии. Ребята поделились впечатлениями. Много всего интересного, много музеев. Идем в храм. Самая любимая рубрика нашей телепередачи. Зачем перед венчанием исповедоваться и причащаться? Таинство брака, оно с древних времен было неразрывно с таинством Евхаристии, то есть причащением телом и кровью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Это было единое богослужение. И вот такие намеки на это мы видим в самом таинстве брака, когда священник приносит чашу, исполненную вина, преподает брачующимся. Это вот та чаша, символизирующая жизнь, которую дает Господь. И та общая чаша, которую предстоит им нести вместе, брачующимся. Ну и напоминание о том, что действительно это проходило за богослужением. Я, Игумен Архилая, прочту апостол Коринфянам послание. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Не бесчинствует, не ищет своего, не разражается, не мыслит зла. Не радуется не правде, а срадуется истине. Все покрывает всему вере, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестоет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же нас станет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, когда же лицем к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. А теперь пребывает сие три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. С вами был православный календарь и Анжелика Тупицына. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова